И сегодня, дорогие победители, вас ждет необыкновенная, очень мощная, очень сильная тема. И расскажет вам сегодня о ней человек с большой буквы, человек, которого я давно знаю, безмерно уважаю. Это лидер с большой буквы, это действительно женщина-триумфатор, победитель, обаятельная, красивая, мудрая, по образованию. Она юрист, но по своему душевному призванию, это человек, меняющий сердца, это женщина-звезда, это оратор, лидер, мастер-интеллект, тренер. Действительно с большой буквы, высочайшей категории. И поприветствуем, передаю слово, пожалуйста, Инна Яковлева, масштабная. Пожалуйста, Инночка. Ой, спасибо большое. Всех приветствую. Дорогие мои друзья, у нас, смотрите, первый день с вами пройден. Все помним, что первый день – это задание у нас, упражнение – это наши улыбочки. Вот сейчас мы с вами будем общаться на эту тему, а потом я вам так вот плавненько перейду ко второму упражнению и прям расскажу, какое домашнее задание будет и так далее. Хорошо? Хорошо? Поэтому давайте, вот вчера внедрили вы это первое упражнение. Расскажите нам, пожалуйста, получилось ли у вас смеяться? Вообще, как настрой ваше, внутреннее состояние ваше, изменилось ли, не изменилось? Вот Георгий сразу так глазки в пол. Я смотрю так, что о чем-то он призадумался так сразу, думает, наверное, что же у меня изменилось-то за вчера? Устел ли вообще что-то измениться или нет? Вот смотрите, у нас, у некоторых людей с первого дня начинаются изменения какие-то. Вот маленький-маленький вот человек начинает уже замечать какие-то изменения. Если не изменилось ничего, не было минимум событий, там, ну, мало, да, или там еще что-то, то вот сейчас вы просто вот так вот задумайтесь и просто поделитесь вообще об впечатлениях, что вообще у вас происходило вчера. Может быть, что-то, знаете, маленькое какое-то, но вот зернышко уже что-то начало прорастать. И вот давайте мы передадим слово нашему величайшему, нашему лидеру, наисветлейшему, вот как раз Георгию, мужчине. Нам нужна вот эта мужская энергетика, чтобы он нас сейчас всех поприветствовал, рассказал, как у него прошли вчера, вот вообще, что у него было, было, не было. Вообще, ну-ка нам расскажите, что у вас, да как. Я вам передаю наш волшебный микрофон, принимайте. Звук, звук, Георгий. Доброе утро, величайшее. Ну, что вчера могло произойти, да, что-то так смотрю. Ну, во-первых, мои домашние, как обычно, и раньше они это не сильно приветствовали. Ну, я имею в виду супруга, да, то есть мне там крутила повеска. И вчера, в принципе, то же самое, но когда Алаша слушала эти занятия, как бы находясь на кухне, она все равно такая, я говорю, вот это оно помогает, там все. Она все равно сказала, что вот у нас, Маше, нужно это, наверное, занятие пройти, потому что она грустная, вот, что-то в этом районе, ну, дочери, 17-й год, вот, как бы нужно ей пройти, наверное, вот. Вот, но дома я, как бы мне некогда было вчера записывать, поэтому записывал я смех в машине. На протяжении дня я себя где-то контролировал, не скажу, что целый день прямо, но когда вспоминал, то есть я будильник не ставил, там ничего не ставил, но нет-нет, вспомню и улыбался, да, это было, как бы, да, улыбался. А скажите, пожалуйста, Георгий, вот мы вчера еще говорили о том, чтобы говорить какие-то добрые слова, делать комплименты близким, вот было это? Нет, не было, потому что я уехал и как бы... Вот смотрите, Георгий, да, бывает такое, что люди, ну, так смотрят, вдруг без причины человек смеется, как-то странно, да, мысли могут быть разные. И вот очень важно для того, чтобы вас поняли и приняли, очень важно, чтобы ваши люди увидели в вас изменения, не просто, что вы смеетесь, а что вы становитесь другим. И помните, мы вчера говорили, делайте какие-то комплименты окружающим людям, близким особенно, и тогда они вас будут принимать вместе со своими, с вашими изменениями. Поэтому мы это делаем каждый день, мы как можно чаще улыбаемся, не только сами с собой смеемся, улыбаемся близким, улыбаемся незнакомым людям, делаем какие-то комплименты. И помните, еще говорила, чтобы меньше было гадостей, да, коллекционируем маленькие радости. И хочется услышать, что кто-то действительно это делал. Вот поэтому, друзья, это на самом деле очень важно, и мы делаем это каждый день. Наша задача становиться самим лучше каждый день. Вот в этом есть смысл жизни, сравнивать с собой вчерашним себя. Георгий, мы видели, как вы смеетесь, очень здорово, классно. И мы желаем вам дальнейшего роста, прогресса. А сейчас, пожалуйста, передайте слово, кроме Инни, кроме Маргариты, кроме меня, кроме Людмилы, да, так вот с любовью, с уважением, с признательностью, вот кому-то здесь еще из участников, кому с вами хотите. Я передаю этот волшебный заряженный золотой микрофон величайшей, богатейшей, красивой, успешной женщине Наталье. Георгий отключает микрофон, а Наталья включает. Да, доброе утро, короли и королевы, как приятно, как приятно слышать такое обращение к себе. Вот такой комплимент вам с утра от мужчины. Георгий на пятерочку упражнение выполнил, да, запомнил все возвышающие слова, молодец. Комплимент, комплимент утренний получила уже. Ну что я могу сказать? Вот, уже потел, да, здорово. По вчерашнему дню, что я могу сказать, что процесс пошел, весь день прошел на подъеме, чувствовала прилив энергии, домашнее задание выполнила, потому что с таким интеллект-тренером, как Маргарита, ну это просто было невозможно сделать. Я оказалась прилежной ученицей, поэтому насмеялась, ну вдоволь, я насмеялась, часов пять мы там проводили вместе вчера, и весело было не только мне, но и всем посетителям фитнес-клуба. Здорово. Что еще хочу сказать, что муж у меня адекватно принял мои тренировки. Да, я не ожидала. Я думала, у нее другая реакция будет. Спокойно отнюсь к этому. Так что я думаю, что будем продолжать. Все прекрасно, все замечательно. Здорово, Наталья, очень рада за вас. И знаете, вы можете своим членам семьи тоже рассказывать о том, чем полезна улыбка, смех, да, какое-то влияние на организм человека, на его здоровье, на его эмоциональный интеллект дает. И когда человек понимает, что это тренировка, что это важно, тогда уже никто не будет думать плохо, наоборот, они будут приобщаться. Хорошо, Наталья? Вы молодец. И передавайте также слово с волшебным микрофоном. Выбирайте, кому. Я передаю волшебный микрофон. С красивой женщине, да, королеве. Привлекательный очень даже. Там прям общение огне, но завораживает просто. Это Светлане. Наталья, выключайте микрофон. Светлана. Доброе всем утро, дорогие мои друзья, величайшие короли и королевы. Очень рада всех вас видеть. Ну, я не записала свой смех. Я, ну, может быть, немножко не поняла, так как я прохожу второй круг. Я думала, что как бы мне не нужно записывать. Но Маргарита мне напомнила, сказала, нет, нет, нет. Выполняем все домашние задания. Все как в первый раз. Поэтому я обещаю, я сегодня запишу и обязательно сброшу. Но еще с самого первого круга я стала ловить себя на мысли, что я начинаю улыбаться прям как только просыпаюсь. Я начинаю делать какие-то там упражнения. И все время начинаю считать улыбки свои. И у меня такое счастье охватывает, такая радость, что еще только утро, а я уже 200 раз улыбнулась. Пока я это делала. То есть я улыбки считаю, мне это очень нравится. А потом уже улыбка просто сама по себе на лице постоянно. Еду я в автобус или я иду куда-то в магазин, я улыбаюсь. И мне кажется, мне тоже в ответ улыбаются. Вот я начала это замечать. Хотя, конечно, когда утром на тренировку едешь, смотришь, в автобусе, конечно, основная масса людей такая немножко угрюмая. А вы как солнышко всех согреваете с вами лучиками. Это здорово встретить и добро, и радость. Да, потом я же еще как-то чуть-чуть более продвинутая. Я же знаю еще и другие волшебные упражнения. Я их тоже применяю. И поэтому для меня вот улыбаться и радоваться – это просто такое счастье. Я вечером еще сходила на другую группу, там тоже смеялись. Я со всеми посмеялась в 6 утра, сегодня встала, посмеялась со Стасбулом. Там они начинают делать зарядку и смеются. Поэтому смех сейчас в моей жизни постоянно, чего я, в общем-то, всем желаю. Замечательно. Замечательно. Мы вас с этим поздравляем. И кому вы передадите микрофон? Я передаю свой микрофон. Так, сейчас, минуточку, я посмотрю. Давайте Денису передадим. Ага, хорошо. Я передаю свой микрофон, заряженный на удачу, на счастье, на позитив. Нашему королю, молодому, энергичному, красивому, триумфатору, лидеру, за которым пойдут огромные толпы людей. Денис, берите этот заряженный красивый микрофон. Благодарю. Меня слышно? Да. Так, что нужно сказать, что прошел, да? Ну, насчет реакции я просто знаю, что по себе ощутил, что было состояние лучше, чем обычно. Вот, и да, по инерции, когда начал улыбаться, хотелось делать это дальше. Поэтому изменения, ну, они незаметны совсем, вот, но чувствую, что начинает что-то там трогаться внутри. Надо происходить. Денис, у вас, Денис, у вас, Денис, неудгословен. Я не волнуюсь, я просто еще, в общем, до конца проснулся. А мы вас уже видим в короне, Денис, со счастливой улыбкой на лице. Вам это так идет. Спасибо. Кстати, смех у вас очень заразительный. Я послушала несколько раз. Прям зажигает. Поэтому самое главное, продолжайте. И у вас будет частота смеха меняться. И вот посмотрите, более открыты будете, более, ну, это потом я расскажу. Денис, передавайте тогда микрофон Галине. Да, передаю микрофон лучезарной, грандиозной, невероятной, обаятельной, сногсшибательной Галине. Как приятно, да, вам, да, слышать такие комплименты с утра от мужчин, тем более. Да, очень приятно. Ну, я впервые в этой группе, вообще в такой группе. И было очень удивительно и радостно выполнять эти упражнения, потому что это что-то новое, светлое. И в таком большом коллективе понимаю, что меня подпитывают все люди, которые находятся рядом. Ну, я сделала зарядку, что я, в общем-то, давно не делала, на улице. Хотя пошел такой ливень. Я с веселой улыбкой прибежала домой, еще облилась водой. И весь день я посвятила творчеству, смогла написать, ну, не закончить, но большую часть картины я прописала. Была вот такая какая-то энергия на деятельность. И улыбалась, время от времени смеялась, вспоминая об этом, будильник не ставила. Но вспоминала, да. Муж пришел очень хмурый, очень озабоченный. На меня стал как бы рычать, наезжать. Ну, ему сказала, что я его люблю. Ну, растопить полностью, как бы, вот этот негатив не удалось, но я старалась. И, ну, теперь я понимаю, что это надо делать более усиленно, регулярно, как бы, постараться продавить своей радостью, своим позитивом его, такой вот настрой негативный. Ну, от него это тоже, может быть, зависит. Я постараюсь его привлечь к этим занятиям. Объяснить ему, что смех — это жизнь, это здоровье, это радость. И мы будем вместе вдвое, втрое, вчетверо усиливать друг друга. Ну, я понимаю, что этот человек, который рядом, он очень сильно влияет. Очень сильно влияет еще наша группа. Поэтому спасибо всем, кто находится рядом, кто меня поддержал, ответил на мое видео так позитивно. Это очень приятно. Это заряжает на дальнейшие действия. Спасибо большое. Кому передать микрофон? Виктору, передаем Виктору. Я передаю замечательному, прекрасному, успешному, красивому человеку Виктору. Всем доброе утро. Наши прекрасные все люди. Задание я скинул, я с ребенком выполнил. Вообще отлично. Самый первый, Виктор, в отличник. Ты сделали еще и с ребенком вдвойне. Просто вообще классно. Виктор, ракета у нас. Вот. Я, в принципе, написал в чате, что я регулярно это делаю, но просто не знал, что, оказывается, это как-то помогает. И что я теперь буду делать это чаще и более осознанно. Да. И в течение дня тоже старался улыбаться, смеяться. И у меня жена реагировала очень скептически, ну, и мне это еще больше подстегивало это делать. Ну, не знаю. Мне понравилась ее реакция, что она так реагирует, и я еще ржал с этого. И один ребенок маленький, которая была в видео, она, ну, тоже смеялась, так интересно реагировала. А старшая, ей 5 лет, она, ну, тоже не понимала, говорила, папа, ты че? Папа, ты че? Папа, ты че так говорила. Вот. По поводу комплиментов, я вчера за день, ну, только детям говорил и жене. А так особо я ни с кем не общался вчера. Ну, вы говорили самым главным людям в вашей жизни, близким. Да. Что еще? Какие-то изменения, ну, прям какие-то глобальные изменения. Я не заметил, но настроение было лучше, я легче как-то занимался своими делами. У меня, ну, подъем энергетический получше стал, потому что я с утра просмеялся. То есть это очень заряжает. Здорово. Вот. Так, кому мне микрофон передать? Давайте передадим Владиславу. Микер, молодец. И я передаю микрофон величайшему королю этой жизни, который стремится к изменениям, который не боится меняться и, несмотря на реакцию окружающих, развиваться и быть лучшей версией себя. Я приглашаю, включайте микрофон. Король Владислав. Исчез. Открывайте. Владислав. Открывайте видео, берите микрофон. Микрофончик нажмите. Мы вас не видим сейчас. Вот-вот-вот, говорите. Сейчас видно, да? Да-да-да. Доброе утро. Доброе утро. Королевы и короли. Доброе, доброе, Владислав. Я вчера проводил мероприятия, задания еще ничего не делал. Ну, очень рад вас всех видеть и слышать. Рад, что я наконец-то вместе с вами. Были определенные трудности. Я уверен, что мы всех одолеем. В принципе, я по жизни всегда улыбчивый и общительный. И умею вроде бы делать комплименты. Но что-то вот, как только подключился Суперджем, получается, катился наоборот. На эту неделю непонятно куда, непонятно зачем. И почему? Но уверен, что вместе с вами получится, по крайней мере, очень быстро вернуться на тот уровень, на который я всегда был. Ну, и, естественно, двинуться дальше и, наверное, с такими королями и королевами стать снова лидером и завоевывать мир. Владислав, улыбнитесь нам. Владислав, молодец. Я пытаюсь. Ты всегда лидер, Владислав. Так держать. У тебя все получится. Кому передавать микрофон? У нашей Людмены Львовны вообще дар пророчества, дар видения. Поэтому, если она говорит, что все получится. Я знаю. Я ее давно учусью. Поэтому так она, конечно, и будет. И вам важно будет сегодня выполнить домашнее задание, вчерашнее и сегодняшнее. Обязательно, конечно, оба задания сделаем. Хорошо. На связи. Владислав, на связи. Да, конечно. Молодец. Татьяне Елисеевой, давайте передадим. Микрофончик. Владислав, говорите, я передаю свой волшебный микрофон нашей королеве Татьяне Елисеевой. Я передаю свой волшебный микрофон нашей королеве очаровательной женщины Татьяне Елисеевой. Благодарю, принимаю. Спасибо огромное. Сегодняшнее утро, если честно, очень забавное и заряженное получилось. Потому что я после зарядки, на которую я смогла встать. Победа. Аня, победа. Большая победа. Да, но это уже не первый раз зарядка, поэтому я уже второй раз себя переселила. Ну, что могу сказать, я уже прохожу не первый круг, соответственно, и с каждым разом, ну, конечно, я человек такой, пытаюсь перестроиться, потому что тяжело на самом деле резко взять и изменить себя. Я общаюсь с людьми, рассказываю, они говорят, да, да, тема интересная, но при этом не все люди готовы меняться. Танечка, о себе, о себе. У нас домашнее задание было 200 улыбок, смех, комплименты, находить радости. У нас Танюша стоматолог, кто не знает, это Таня стоматолог, она перелечила всем зубы у нас в группе, поэтому человек сразу добро в массы несет, не успела прийти сразу, я чем могу помочь? И все теперь улыбаются, кому она прикоснулась. По поводу улыбок, улыбаться стало чаще, заражают смехом, ну, все, конечно, по-разному реагируют на это, но в основном, как бы, нет особых таких вот изменений во мне пока не видят, потому что я, в принципе, всегда улыбаюсь, и, как бы, для них это мое обычное состояние, вот если я буду грустной, тогда они скажут, типа, ну, что-то, значит, не так. Так, ну, я для себя заметила, что у меня смеха в жизни стало больше, я постоянно стою, там, даже в магазине или, там, общаюсь с девчонками, улыбаюсь, и люди заходят и тоже улыбаются. Я, там, могу даже пошутить, там, что-нибудь такое сказать, смотрю, там, человек, там, про себя улыбнулся, я говорю, ага, улыбнулись, улыбнулись, все отлично. Улыбнулись, да, и вот так, ну, пытаюсь как-то, чтобы люди тоже улыбались, потому что заходят такие кислые мины, извините за выражение, ну, как-то некомфортно, и так, ну, как-то так странно, сразу становится вообще прям холодно, холодно, мало того, что еще осень, так еще и холоднее становится, поэтому, да, нужно улыбаться, потому что смех это, ну, самое первое очередное, без него нету настроения, и все как-то, все так грустно, печально, и не становится на лучший уровень, поэтому, ну, как-то так вкратце. Ты только коробочку для чудес приготовила, какие чудеса в день, у тебя бывают, не забывай складывать и писать туда записочки. Любые мелочи. Да, и у тебя все получится, начнем с себя, и потом мир поменяется вокруг, когда сам меняешься, светишься, как солнышко, вот ты сейчас, даже такой фон у тебя, солнечко, вот так душа, когда наполняется солнцем, то и рядом будут солнышки, рядом будет много-много солнца. Да, тем более рядом со мной есть одно маленькое солнышко, ходит тут вокруг, хвостом своим. Вообще так здорово действительно видеть вот Татьяну такую освещенную светом, еще на желтом фоне, желтый цвет, цвет радости, вообще просто супер, как цветочек, такая вот розовенькая на желтом фоне, цветок, пищущий, улыбающийся, молодец. Татьяна, я хочу добавить, вы действительно такая лучезарная, улыбаетесь, а вы проводили вот это на время смех, минуту смеха, потому что смех естественный, наш естественный, и тот, который мы излучаем, то есть, ну как бы специальный смех, он отличается, то есть он отличается по времени, он отличается по стилю, он отличается по воздействию. Особенно, когда вы начинаете дышать и начинаете его выкашливать, то есть мы этим смехом достаем свои такие вот, знаете, вот тайные, 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 тайные обиды, и они все вот с этим смехом уходят, улетают. Я уверена, что у вас их очень мало или может быть нет вообще, но в любом случае они находятся где-то, где-то, где-то давние там детские, поэтому вот этот именно смех вы записывали уже, да? Свой смех, да, свой смех. Свой смех я записывала, да, ну, только по времени. Ну, сказать по времени я не засекала, вот, ну, у меня бывают такие моменты, просто я там, когда общаюсь, я рассказываю истории, и я могу смеяться несколько минут без остановки, то есть, ну, это для меня нормальное состояние. Молодец, молодец. Вот естественное состояние, вот нормально, а если вы добавите, вот знаете, как в йоге дыхательное упражнение, то есть вы дышите верхней, так, животом, и вот когда начнете смеяться специально, то есть, вот смотрите, у вас смех, это смехотерапия, а у нас смеха йога. Смеха йога отличается тем, что она затрагивает глубину, то есть у нас есть верхнее дыхание, вот мы дышим вдох-выдох, у нас есть животом, и когда мы начинаем дышать полным дыханием, вот, и выдыхать уже, понимаете, вот вы смеетесь, вы кашливаете все, и на последнем выдохе еще, и потом без воздуха еще смех, потому что этот смех отличается, помимо вашей, ну, по вам видно, вот лучезарность, радость, он отличается оздоровительным эффектом, и оздоровительный эффект наступает именно тогда, когда вы уже все вот выкашлили, все выдохнули, и у вас уже там ничего не осталось, а вы все равно ха-ха-ха-ха-ха, и там нет никакого кислорода, понимаете, и все плохое, оно там уже не может оставаться, оно тоже вылетает с вашим вот этим вот глухим смехом практически без голоса. Маргарита, Маргарита, смотрите, знаете как, ваше познание, я считаю, надо вывести в отдельный, в отдельную конференцию, и кому будет интересно по смеху йоги, вас послушают, я думаю, вы там часа на два как зарядите, и прям все там тренируются, там все, что хотите. Мы вчера говорили, да, мы вчера говорили о том, что все, кто дойдут до конца победного, да, то у вас у всех будет бонус именно занятия и теории, и практика по смеху йоги. Да, Танюша у нас большая молодец, я помню, какая она пришла и какая она сейчас, это вообще совершенно два разных человека, поэтому, Танюш, ты молодец, на правильном пути двигает направление смеси больше, шире, чаще, и увидишь, как вот сейчас в том окружении, в котором мы все вместе, вот нас там больше уже 10 человек, и вот будем смотреть, как вы будете меняться, обязательно сфотографируйтесь, но если что, я вас сфотографирую, я вам потом покажу, какие вы у нас красавцы и красавицы, короли и королевы наши. Давайте теперь приступим, я всем благодарна очень сильно за то, что вы выполняете домашнее задание, за то, что вы очень внимательно нас всех слушаете, потому что без вот этого внимания, без симбиоза вот этого, когда мы энергетикой друг дружке делимся, да, обмениваемся, переопыляемся, ничего бы не произошло. И вот сейчас только маленький такой толчок, вот прям наималейший. И вот сейчас я вам расскажу про второе упражнение. То есть вчера у нас был смех, вы потихонечку начинаете внедрять смех, кто-то начинает очень активно его внедрять, кто-то потихонечку начинает, но вы это должны делать изо дня в день. Пять минут – отлично, но лучше 20-30 минут смейтесь. У кого кредиты, помним, смеемся больше, чаще, активнее, на протяжении всего дня, перед сном, я не знаю, в душе, где хотите. Сейчас мы с вами будем внедрять второе упражнение. Второе упражнение, оно называется «Я хозяин своих мыслей». Что это значит? Это такое упражнение, которое нам не дает просесть по энергии. То есть мы все прекрасно понимаем, что все вот эти вот негативные эмоции, все негативные мысли, которые посещают нас в голове, они у нас крутятся, варятся. Особенно девочки мы любим додумывать. У мужчин такое нет, у них мозг, он не срабатывает, он не додумывает, он конкретику говорит и все. А девочки у нас любят вот, нам еще не сказали, а мы уже додумываем, мы уже там что-то сами себе уже там хронологию событий, действий там на год вперед уже продумали, да? Вот этого делать ни в коем случае нельзя. Одно дело, когда вы что-то, да, да, Георгий, да, умничка. Одно дело, когда вы начинаете о чем-то хорошем проектировать, да, визуализировать, как это говорят. А вот мы сейчас будем контролировать с вами мысли, потому что все прекрасно знают, я думаю, даже дети сейчас знают, что все мысли материальны, правильно? Мысли – это наши чертежи нашего будущего, по сути. Сегодня вот этот день, он никогда не повторится, и каждый день мы должны проживать с чистыми мыслями. Вот сейчас у нас наполненность у каждого у вас разная. И придем мы в конце с разными результатами. Вот увидите, но результаты будут 100%, даже 1000%. А самое главное то, что вы сейчас должны все мысли, вот с сегодняшнего дня вы должны их начать контролировать. Что это значит? У вас вот есть, вы должны взять вот такую резиночку, вот, обычная резиночка канцелярская, там, для денюжек, кто как ее называет. У меня там их 2-3, они рвутся, я их постоянно меняю и так далее. Так вот, смотрите, зачем нам нужна эта резинка? Объясню. Потому что одно дело знать, что нужно контролировать мысли, а другое делать контролировать эти мысли. Понимаете? Это то же самое, как вот фитнесом люди занимаются. Мы же все знаем, что нужно качать пресс, да? Мы все знаем, кто-то там один не может, он на фитнес ходит. И вот что нужно делать? Вот от того, что мы на ролик в Ютубе посмотрим, как пресс качать, тысячу роликов посмотрим, у нас что-нибудь изменится? Да ничего не изменится. Понимаете? Нам нужно все равно идти и качать этот пресс. Я не знаю, там, ручки, ножки, что у вас там, какие проблемы, где, если они есть? Так вот, это то же самое. Одно дело знать, что нужно контролировать мысли, и контролировать мысли, это совершенно разное. Так вот, запомните, ребята, ученые посчитали. Вот на самом деле, я не знаю, какая цифра, она везде варьируется, но кто-то говорит, у человека 50 тысяч мыслей в день. Возникает в нашей головушке умный, красивый. Вы представляете? 50 тысяч мыслей в день. Вот только вдумайтесь, кто-то говорит 90 тысяч, но я знаю, что где-то в среднем, да, около 50 тысяч мыслей, вот потому что по статистике, я много вот журналов уже читала, смотрела, что научно доказано, что в день у человека проникает 50 тысяч, вот возникают мыслей, и 80% этих мыслей негативные. Вот просто вспомните себя. И на звук, звук, и на. Ребята, а у меня что, звук не работал все это время? Все, все, не все время. Только сейчас. А только сейчас? А я рассказываю, я уже спугалась, думаю, ничего себе. На какой теме, на какой моменте? В общем, 50 тысяч мыслей в день у человека, и 80% у нас это мысли негативные. Вот подумайте, какие мысли у вас в течение дня возникают. Вот девчонки, да? Я поправилась, я толстая, меня муж не любит, почему он мне цветы не дарит, почему там я не знаю, почему я никуда не еду отдыхать у мужчин, да что ж я так мало зарабатываю, да что ж я там это, надо еще там на 10 работ устроиться. То есть там, ну понимаете, вот это вот, а что-то у меня животик пивной появился, надо меньше пить, нет, надо, и вот понимаете, вот эти вот мысли у нас постоянно вот крутятся, крутятся, просто я не знаю, какие вот у вас там в течение дня, но они крутятся. И вот когда у вас такие мысли появляются, вы должны брать вот эту резинку и вот так вот себя бить. Вот здесь очень нежная часть тела, очень нежная, и когда вы себя бьете, вот здесь вот, вот это, знаете, такая стойкая неприязнь, как у собаки Павлова образуется. И вы так, какую-то мысль подумали негативно, так хоп, себя ударили, Ударили себя, и у вас сразу такой триггер сработал в мозгу, что так, если я думаю о нехорошем, значит боль. Если я думаю о нехорошем, значит боль. То есть опять о чем-то вот, и прямо вот знаете, у нас девчонки есть, ну я сама такая косячная, вот честно скажу, поначалу была. Я вот себе колотила в такой степени, у меня же даже вот как синяк просвечивался. У кого-то девчонки, ну все разные ситуации бывают, и руки у всех разные. Вот завтра мы посмотрим на ваши руки. Найдите обязательно резиночку, начните контролировать свои мысли, и вы посмотрите у кого, вот завтра мы посмотрим, а в домашнее задание вы должны сфотографировать свою руку с резинкой и просто прислать в чат. Понимаем, да? Вот есть у нас такая фраза одна, вот просто запомните ее. Если вы не контролируете свои мысли, то мысли начинают вами управлять. Она очень сильная, эта мысль, и не каждый ее поймет с первого раза. У меня есть такой еще пример, когда мужчина сидит в трамвае, и знаете, вот он так сидит и думает, господи, да что же у меня работодатель козел-то какой, все время мне урезает зарплату, дети меня не слушают, одна меня чуть ли там не посылает, жена у меня вообще меня ненавидит, да развестись, наверное, с ней надо. И вот знаете, вот он сидит, а сейчас я пойду на эту гребаную работу, от которой меня уже тошнит. А у него на плечике вот здесь сидит ангел и записывает его желание. И он сидит такой и думает, господи, мужик, да когда же ты что-нибудь новенькое-то придумаешь? Я каждый божий день одно и то же слышу, каждый божий день вот это все выполняю. Ну ты что-то умное, что ли, придумал, что-то новенькое придумал, понимаете? И вот это вот, я вот просто уже и книжки, и сколько их Библии читала, и все, и все говорят, что у нас реально. Вот то, что мы визуализируем, то, что мы особенно проговариваем, понимаете? Потому что мысли, они реально материальны, они реально воплощаются. И вот когда мы ничего в своем светлом будущем не видим, то у нас ничего в нашем светлом будущем и не будет. Понимаете, в чем суть? Вот поэтому вы должны о чем-то новом думать. Я не знаю, в интернете посмотрите, там, что вы хотите реально, найдите эту цену, найдите вот именно что-то, вот куда вы стремитесь, именно вот мыслительно. Поэтому сегодня наши мысли, вот которые, если вы в чем-то переживаете, сопереживаете, там, вот у нас такая нация, мы любим сопереживать, вот эту войну муссировать, да, отвлечитесь сейчас вот от этого. Не надо, чтобы у вас вот в голове это как сливной бачок был, да, как вот нечистоты, как будто вам в унитаз вот это вот сливают в вашу голову. Начните контролировать свои мысли. Вот вам что-то сказали, да-да-да-да, вы послушали, но в себя не взяли. С помощью резиночки проконтролировали. Это, знаете, это как резиночка, это ваш блок, по сути, получается. Вы просто весь негатив начинаете фильтровать. Вы вовнутрь себя не запускаете эту разрушительную мысль. Потому что, знаете, прикол состоит в том, что наш мозг, вот как я вам вчера рассказывала, неважно, смеется, да, мозг, он не воспринимает, искусственный это смеет или не искусственный, он все равно смеется, эндорфины вырабатываются. Так вот здесь то же самое. Мысли у нас, получается, в организме, наш мозг, несмотря вот на какие-то свои гениальные способности, он не может понять, какие мысли он хавает, да, ну вот по нашему сленгу такому. Он не понимает, разрушительная это мысль или созидательная это мысль. То есть какую вот мысль, он любую, какую вы себе взяли, да, вот он любые эти мысли, он будет этот сценарий прорабатывать, понимаете? Поэтому мы должны обязательно, мы должны осознавать, что мы в себя пихиваем, о чем мы думаем, что мы проецируем, потому что если этого не делать, ну, соответственно, знаете, как вот эти негативные мысли, это как зерно. Вот мы сеем в свой организм зерно, и девчонки, вот как я повторюсь, да, мы додумываем. А почему? А потому что это зерно, оно к нам попало, негативные мысли, и мы начинаем ее прорабатывать, накручивать, накручивать, а в итоге, когда мы начинаем себя давить, ну, негатив особенно, да, вот как он у нас бывает, и в итоге потом это переливается в заболевания какие-то. Это онкология, это уже доказанный факт, что это негатив вот этот вот, это депрессии, из депрессии уже там заболевания. Ну, понятно, да, что это поступенчато все идет, и организм, он начинает нам толчки какие-то, он все время у нас мысли какие-то другие начинает, то есть, что, типа, вернись, вернись на правильное русло, и очень часто такое бывает. Так вот сейчас мы должны с помощью резиночки не ждать, когда нас вселенная будет сталкивать с какими-то там, я не знаю, ситуациями, там, заболеваниями, там, или еще что-то, смерть, не дай бог, там, родных и близких. Мы должны сейчас до этого не доходить, мы должны сейчас начать контролировать свои мысли. Понятно? Махат Маганди у нас говорил, что человек есть сумма его мыслей, поэтому вы должны понимать, что мысли, как я уже сказала, это чертежи нашего будущего, о чем мы думаем, то мы и проецируем. Поэтому все негативные мысли на сегодня ставим под контроль, себя вовнутрь не впускаем, и вот вы удивитесь, какие у вас будут результаты. И мне нравится одна фраза, когда говорят, подумайте, прежде чем подумать. Просто подумайте, прежде чем подумать. Я все время, когда об этом вспоминаю, у нас там есть кипрский такой один Владимир, он все время как это скажет, и я так сразу так, реально, подумайте, когда что-то подумать, потому что это так. Поэтому мы с сегодняшнего дня еще подключаем, я хозяин своих мыслей, вот эту вот резиночку, и мы начинаем обманывать свой мозг. Мы начинаем насыщаться только положительными эмоциями, контролируем свои мысли. Это очень крутое упражнение, оно очень сильное, и я хочу, чтобы вы включили его в свою жизнь и начали нести. Хорошо? Надеюсь, я донесла, все услышали меня. Я очень рада. Все, так как все кивают, я думаю, все поняли. Я передаю микрофон Ларисе. Лариса, принимайте микрофон. Звук? Мы сегодня что-то все со звуком, у нас какая-то проблема. Я благодарю тебя, высочайшая звезда, наша королева-триумфатор, мега-спикер просто, Иночка. Да, отлично изложила тему, и, дорогие друзья, хочу от себя только что добавить. Действительно, вот Инна сказала, что на наш мозг можно воздействовать. Наш мозг, он ищет легких путей, поэтому он часто нас гоняет в лень, потому что именно вот так будет легче. И поэтому у нас всегда борются, у нас как два полушария. Одно говорит, надо, давай сделаем, потому что это польза, мы формируем новый образ жизни, новые привычки, новые нейронные связи у нас формируются, да? А другая половина говорит, да не надо, там, например, поспи, да не выполнишь ничего страшного. И вот такой внутренний идет диалог, какой-то спор. Так вот, друзья, когда наш мозг начинает нам говорить не то, что нам нужно, мы берем себя и наказываем. И так как мозг ищет легкие пути, то в следующий раз он запомнит вот эту вот боль, да? И вот таким образом мы можем его корректировать. В каких случаях еще классно, здорово выполнять? Когда у вас идет тяга к тому, от чего вы хотите избавиться. Например, какая-то вредная привычка. Кто-то хочет бросить курить. Кто-то… у кого-то тяга зависима от сладкого. У кого-то тяга там, допустим, в интернете много сидеть, там какие-то игры. Ну, каждый сам знает, у кого какие есть там вредные привычки, да? Так вот, только вы почувствовали или вот на бессознательном уровне начали что-то делать, сразу вспомнили и опа! И вот тоже это будет отпадать. И просмеялись. То есть мы одно удовольствие меняем на другое удовольствие, да? Чтобы та ненужная зависимость отпала, и сформировываем новые привычки. И вот этот браслет миллионера, он нам очень в этом помогает. Поэтому, друзья, запускаем вас в этот новый, успешный, радостный, счастливый день. Шагайте как герои. И сегодня мы улыбаемся, делаем комплименты, замечаем в сегодняшнем дне маленькие радости. Мы живем сегодня, и сейчас мы счастливы. Вот в каждой мелочи. Научитесь это видеть. Не так, что ничего особенного не произошло. Так как же не произошло? Сколько людей завидуют, у которых нет глаз, у которых нет рук, у которых нет ног. Да, мы уже этим счастливы. У нас есть близкие люди. Бегают дети. Над нами светит вот такое вот голубое, и, слава Богу, мирное небо. Вот такие вот краски яркие, золотой осени, которые тоже нас радуют. Пожалуйста, находите маленькие радости. Будьте счастливы в сегодняшнем дне. И делайте людям комплименты, это тоже очень важно. Вот и следите за своими мыслями. Только пришла какая-то мысль, разозлились. Ну, бывает, позавидовали, бывает, там еще какая-то пробежала ненужная мысль. Да, взяли и скорректировали. Мы все люди, мы не идеальны. Мы не безупречны. И это не стыдно сказать, да, что я где-то еще в чем-то косячу. Да, но самое главное, это становиться, скажем, лучше, сравнивая себя сегодняшнего со вчерашним. И в этом и есть ваше домашнее задание. В чем ты стал лучше? А что ты для этого сделал? Если не замечаешь, значит, не делал или делал мало. Сделайте сегодня больше. Максимально количество людей скажите добрые слова. Ну, и, конечно, ждем ваше выполненное задание. Всем можете зайти в любой магазин и просто попросить эти резиночки. И вы посмотрите, как браслет миллионера будет работать на вас во всех сферах жизни. По всему вот колесу баланса. Это приведет вас к большому успеху. Спасибо большое, друзья. Ждем, ждем ваши фото, ждем ваши отзывы. И до новых встреч. Кто молодцы, вы молодцы. Мне очень нравится, как все улыбаются. Вы такие хорошие слушатели, честно, я вам клянусь. Я прямо вот смотрю на вас, я прямо все в улыбочках расплываетесь. Такое счастье. Я надеюсь, заряд вы получили бодрости. У вас теперь есть мыслительный процесс. Вы можете уже теперь редимку. Не знаю, кто-то его называет там резиночка миллиардера. Кто-то резиночка миллионера. Кто-то скажет, ну вот так вот. А я считаю, что она работает, поэтому и доказанный факт уже несколько, много людей. Я всех поздравляю с браслетом миллиардеров. Браслет миллиардера. Не резиночка, а браслет. Представляете? 95% метафизика. Представляем себя королевами, королями и с этим браслетом замечательным. Да. Супер. Ну что, друзья, полетели к звездам. Полетели. Всем до завтра. Ждем ваши домашние задания. Прекрасный день. Всем пока-пока. Пока-пока. Благодарю. Благодарю. Благодарю.